20 минут о красивой жизни, ярких людях и заметных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Месяц май в этом году прошел под флагом гостеприимства. Традиционные экзамены в высшей школе сервиса и туризма совпали с Уральским форумом рестораторов и ательеров. Вообще у нас как-то мало внимания уделяется каше. А ведь действительно каша, щида каша, пища наша. Это действительно так? Ресторан – это всегда про еду. А еще про стиль жизни, уровень дохода и образования, про вкус, модные тренды, менталитет и культурный бэкграунд. Раньше мы хотели показать, что еда – это искусство, она может быть искусством. Процесс еды – это процесс не только гастрономический, он эстетический. Сейчас все продвинутые предприятия гостеприимства, в том числе рестораны, отели, они должны стараться работать в парадигме экономики впечатлений. То есть они должны продавать не, если мы говорим о ресторанах, они должны продавать не блюдо, не, так сказать, вина, они должны продавать впечатление. То есть продавать те же блюда, но как впечатление. То же вино, но как впечатление. Тот же номер в отеле, но как впечатление. Понимаете, потому что людям нужны впечатления. Люди очень быстро ко всему привыкают. И впечатление, да, сегодня оно такое, завтра нужно подумать, как создать другое впечатление, но только так, потому что меняется рынок, меняются требования. И, собственно, не учитывать это, наверное, было бы с нашей стороны, я говорю о себе, о нашей готовке специалистов, молодых ательеров, это было бы просто упущение. В ресторанной сфере не задерживаются случайные люди. В профессионализм всегда заложена некая составляющая, которую не отразить ни в бизнес-плане, ни в технологической карте. Обычно на втором-третьем курсе ребята уже понимают, стоит продолжать, либо не стоит. Очень много студентов уходит после первого курса. Место здесь тем, кто не хочет ничего добиваться, нет желания чего-то добиться в жизни. Те, кто инициативные, кто любит заниматься какими-нибудь такими организационными моментами, очень понравится эта сфера, потому что здесь столько всего и общительность, и доброжелательность, и построить порядок действий в своей работе. Это столько всего, получается, и ты выходишь из другого комплекта. Поэтому люди, кто ничего не хотят, здесь сложно будет даваться. Когда вы приходите в заведение, и если есть девушка на ресепшн, хостес и все остальные, она прекрасно выглядит, но она не улыбается. Садитесь за стол, и официант тоже не очень улыбается. На мой взгляд, именно эти люди являются лицом заведения в первую очередь, именно по ним судят о заведении, и потом только уже интерьер, и потом уже только блюдо. Потому что я миллион раз замечал, если официант профессионален, если гостеприимство является гостеприимством, даже небольшие проблемы по кухне, по цене, по отсутствию мест посадочных, все равно это очень сильно нивелируется. Ресторанные тренды – это тема историческая, географическая и немного технологическая, и даже политическая. В последние буквально пять лет реальная тенденция импортозамещения – объективная причина экономическая, и нормальный интерес к гастрокультуре именно регионов. И это правильно. Я уже приводил пример Японии. Суши у нас, сразу Италия, пицца. Надо изобретать такие же истории у нас в каждом регионе. На мой взгляд, это самое правильное. Сейчас технологии и опыт поваров позволяет создавать новые блюда на основе как технологий, так и продуктов, которые есть здесь и сейчас. Если мы научимся совмещать целесообразность финансовую со вкусом и с умением повара создать хорошее блюдо, тогда все получится. Да, просто было огромное количество ресторанов, таких общеуниверсальных, да, то есть когда в одном меню было масса всего, начиная там от химкали, пиццы и заканчивая там суши. Сейчас главная тенденция, что рестораторы и шеф-повара поняли, что для того, чтобы что-то делать хорошо, нужно посвятить себя этому. И ограничиться чем-то одним. И это правильно, модно открывать. Если ты занимаешься мясом, то открываешь ты халст. Если ты разбираешься, и у тебя есть возможность привозить хорошую рыбу, значит ты делаешь суши-бар. Это главная, наверное, тенденция. При этом современные технологии, это в первую очередь то, что к нам приходит с Западной Европы. А там те технологии, там сювид, копчение и так далее, различные низкотемпературные вяления и так далее, dry age, то есть мясо продолжительного вызревания. Это все приходит с Европы. Мы это тоже приходим к этому, потому что у нас сейчас появляются продукты, которые можно использовать каждый день, и они есть в нужном объеме. Именно поэтому сейчас целесообразность в этом есть. Ранее с этим были большие проблемы, потому что многие использовали в основном замороженную продукцию, я имею в виду в частности мясо. И многие использовали, ну скажем так, больше импортного. Сейчас все-таки более натуральное, более наше, отечественное, и на мой взгляд, это дает хорошую перспективу. Главное, чтобы у человека была мера вкуса, в том, чтобы он не свалился совсем а-ля Рус, но и не свалился в молекулярную. Говорить о гостях плохо, непрофессионально, неполиткорректно, неприемлемо. Но это не значит, что проблемы такой не существует. Шеф-повар, как мы выяснили, в чем-то художник. А художника каждый может обидеть. Требовать, качать права или приготовьте мне это с этим, а это без этого. То есть мы относимся с пониманием к людям, у которых есть аллергии и непереносимости. То есть медицинские противопоказания. Все остальное – это мой авторский взгляд на кухню. И как бы либо ты его принимаешь, либо ты идешь в то место, которое ближе тебе по вкусу, по душе. Хамстан, мне кажется, со стороны гостя, оно может быть разного уровня. Это не просто отказаться заплатить за счет. Это хамское надменное отношение к официантам, о которых я выше говорил, и должны улыбаться. Ну, а не на работе. Как повар должен готовить, так и официант должен улыбаться. На мой взгляд, вот это беда. В российском обществе расслоение, постсоветское расслоение гражданского общества, к сожалению, привело к тому, что есть ощущение, что одни люди лучше других. А это не так. Ну и напоследок – комплимент от шеф-повара. Красивый, изысканный, а самое главное – правдивый. У вас хорошие повара. Я бываю не первый десяток раз в Челябинске, и у вас адекватная ситуация с кадрами, слава богу, у вас все хорошо. И им найти вкусные местные продукты, и уже придумать на основе них, может быть, даже традиционные советские, постсоветские, русские блюда, и это будет вполне достаточно. Пошелушишь колосочек, очистишь пшенечку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. МАКФА – основа творчества. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Салоны «Польская одежда». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на «Сони Кривой 30» и «Пушкина 65». Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Стиль в моде – понятие широкое. Чтобы создавать его красиво и легко, важно обладать базовыми знаниями. И, как говорят профессионалы, быть насмотренным. Об этом в рамках своего воркшопа рассказывал челябинской публике звездный имиджмейкер Дима Игоревич. Я не могу сказать, что я какой-то суперпопулярный. Ну, конечно, многие меня знают. Но в первую очередь это, конечно, работает. То дело, которое ты делаешь, это то, что ты делишь знаниями с людьми. Потому что далеко не каждый студент готов это делать, и не каждый студент умеет это делать. На самом деле, это все еще с детства началось. Я очень любил как-то належаться, когда я учился в старшем заведении. У меня было бабушке нельзя, знаете, два раза ходить в одну и ту же одежду, и это мулетон. И вот как-то потом все это забылось, а потом это всплыло, и я начал заниматься шопингом. А потом обучился съемкам, и вот с тех пор я занимаюсь съемками. И чему, собственно, и так. Фотографы, стилисты и просто те, кто интересуется модой. Публика в этот день разнообразная, однако всех объединяет жажда новых знаний. Визуальная публика очень крутая. Они живые такие, они спрашивают, они... Глаза горят, как говорится. Я очень люблю такое. Потому что иногда бывает, что они сидят, как-то, в людьем настроении, как-то звезды не так совершенно, не знаю. Но сегодня прям все идеально, прям все круто. И, конечно, обратная связь от людей, то, что они спрашивают, что-то там. Мы вместе что-то придумываем, генерируем, конечно, это круто. Во-первых, у Дмитрия такой питерский антураж, безусловно. Это приятно очень. И слушать это, интересно слушать новые фишки какие-то, да, что поможет нам лучше организовать фотосъемку, по организации, по проведению. Вот сейчас обсуждали мутборд. Это очень творческое занятие, как Дима говорит, как художник. То есть это все очень интересно, очень поможет нам в работе. Самое главное, что я отметила, ну, что я, в принципе, знала и чем я уже пользуюсь, это то, что нужно быть и оставаться человеком. То есть все взаимоотношения должны устроиться на человеческом уровне, на доверии, на понимании и, в первую очередь, на ответственности. В этот раз я узнала много мелких деталей. То есть, допустим, когда ты ходишь на какие-то мастер-классы, ты узнаешь информацию целиком. А здесь очень много мелких деталей, такие, как, например, мозговой штурм по поводу построения, стилизации самой фотосъемки, что можно подходить не только, к рабочему, можно подходить не только как к творческому процессу и продумыванию образа, но и к чему-то более философскому. Один из основных критериев успеха стилиста – попадание в свою аудиторию. Модных концепций сегодня существует очень много, а потому важно собрать вокруг себя людей с общими вкусами и взглядами на жизнь. Любой продукт, а фотография – это продукт, над которым трудится целая команда, что нужно понимать, для какой целевой аудитории. И нужно понимать, если ты делаешь какие-то супер-супер наполненные, насыщенные образы, нужно понимать, для чего ты это делаешь. Ну, как бы фэшн ради фэшна – это так себе. Если у тебя есть целевая аудитория, либо это какой-то журнал, где аудитория этого журнала это любит, воспринимает, ценит, то для такой цели – да. Высчитывание формулы кадра, составление мудборда и прочие профессиональные тонкости – это лекция для тех, кто постоянно развивает свои профессиональные навыки. Впрочем, у Дмитрия есть советы и для простых обывателей. Ну, если для людей, которые не работают, ну, вообще в модной индустрии, да, и никак, может быть, не связаны с творчеством, ничего, что-то. Первое, что я бы, вот, действительно, всем и пожелал – полюйте на мнение окружающих. Совершенно. Носите, что хочется вам, не бойтесь осуждениями. И просто здесь фишка уверенности. Когда ты понимаешь, что ты выглядишь классно, и пускай ты не понимаешь другие, ты уверен в себе. Там, ты надел розовый свитер, там, зимовый пиджак, да, понятное дело, что смотрят на улице. Но мне по барабану, потому что это я. Это я, я яркий, я открытый, я веселый. И мне совершенно не важно, что подумают люди. Если ты только начинаешь тушеваться немного и сам себя заниматься, то, конечно, это еще больший повод для того, чтобы тебя как-то задеть, наверное. Поэтому не бойтесь. Живите в кайфе, живите раскрепощенными. Раскрепощайте вокруг всех, что… Любой негатив можно перевести в позитив. Плюс, конечно, лайфхак. Ну, не лайфхак, тоже такое пожелание. Интересуйтесь искусством, интересуйтесь модой, интересуйтесь творчеством во всем его проявлении. Это кино. Классическое, не классическое. Главное, чтобы было качественное, хорошее кино. Не второсортное, как говорится, да. Работайте над своим визуальным окружением, да. Даже те же, эти инстаграмы, да. Подписаться на каких-то художников, арт-галереи, на каких-то музыкантов. И окружать себя вот именно творчеством. Потому что мы живем в таком мире, где творчество бесценено. И если ты занимаешься творчеством в классическом понимании обычного среднестатического россиянина, ты разгильдяй. Лучше бы пошел работать на завод. Лучше бы, не лучше бы. Каждый сам решает. Но и каждый должен заниматься своим делом. Я из меня на заводе очень плохой сотрудник. У меня ни дисциплины, ничего нет. Но есть творчество, есть желание, есть возможности, есть голова, есть определенный порыв. И творчество действительно, оно способно менять жизнь людей. Чтобы выглядеть модно, не обязательно придерживаться правил и советов от стилиста. Достаточно найти свое видение актуальных трендов. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Современная индустрия красоты, которой в наши дни подвластно очень многое, делает женщину красивой внешне. Но все это работает лишь в том случае, когда и внутри организма тоже порядок. А это, в свою очередь, во многом зависит от правильного подхода к вопросам женского здоровья. Очень важно регулярное посещение каждой женщины-гинеколога для сохранения молодости, красоты, здоровья и профилактики основных заболеваний, в том числе и онкопатологии. Юная студентка, активная бабушка, молодая мама или дама средних лет. Для каждой из них будет своя программа наблюдения у специалиста. Программа «Я здорово» – комплексное обследование органов малого таза и молочных желез, которая включает консультацию специалиста и основной спектр анализов. Программа специально разработана для поддержания здоровья женщины и своевременного выявления наиболее распространенных патологий. Программа «Онкостоп». Она включает все необходимые ежегодные обследования, а также анализы на вирус папиллома человека для исключения онкологических заболеваний, риск возникновения которых возрастает после 45 лет. Программа «Метронорм». Нарушения менструального цикла негативно сказываются на возможности забеременеть на общем гормональном фоне и на качестве жизни женщины в целом. С помощью этой программы мы сможем выявить причины нарушения цикла и составить правильный план лечения. Программа «Мой комфорт». Комплексная программа создана специально для тех, кто хочет быть уверенным в своем здоровье на все 100%. Помимо обязательных ежегодных обследований, программа включает анализы на заболевания, передающиеся половым путем и онкологические патологии. Также мы создали новую программу в рамках антиэйдж-медицины «Красота и здоровье» для тех, кто желает замедлить ранние процессы старения, улучшить качество жизни и остановить развитие возрастных заболеваний, повысить либидо, улучшить память и концентрацию внимания. Результаты обследования позволяют разработать индивидуальную программу комплексного омоложения. Вне зависимости от возраста и социального статуса, современная женщина стремится меньше времени проводить в кабинете врача. Здесь приходят на помощь новейшие методы диагностики и лабораторных исследований. Забота о своем здоровье стала актуальным трендом именно потому, что в наши дни активное долголетие – это норма жизни успешного человека. И то, как мы будем выглядеть завтра, во многом зависит от того, как мы относимся к себе сегодня. Клиника «Источник» представляет гинекологические обследования, индивидуальные программы, современные тесты, опытные специалисты. Подробности по телефону 77 88 887. День одной цены в Тесуре. Мировые цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тесура на Тимире Азива 26. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в Instagram и ВКонтакте. Ищите по хэштегу «Bluetitime» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова